Дилерский холдинг Rolf хочет наладить поставки легковушек БАО, о чем сообщает газета ведомости. В настоящее время готовится соглашение, но российская сторона желает начать максимально оперативно. Это, как стало известно изданию, будут некие модели эконом-класса, но вот какие, совершенно не ясно. Поскольку марка БАО, которая дословно означает Пекинский автомобильный завод и входит в государственный холдинг БАИ, имеет широчайшую линейку машин, включая электрокары, пикапы и даже рамные внедорожники. Например, вездеход BJ212 – это разработка 1965 года. По конструкции рамы, трансмиссии и мостов этот полноприводник частично опирался на советский ГАЗ-69. Впрочем, за долгие годы производства модель пережила бесчисленное количество модернизаций. Другая китайская марка Чанянь анонсировала появление на российском рынке трех новых моделей до конца 2023 года. Купеобразного кроссовера CS85, лифтбека UniV, а также флагманского вседорожника CS95. Продажи последнего должны быть открыты этой весной. В Россию прибудет 5-метровый паркетник, готовый предложить 230-сильный 2-литровый турбомотор, классический шестиступенчатый автомат и систему полного привода. Список базового оборудования просто богатейший. Тут и трехзонная климатика, и электропривод передних кресел, и стеклянная крыша. Но цена, как поведали телеканалу Автоплюс дилеры, превысит 4 миллиона рублей. Интересно, что раньше других российский офис Чаняня представил лифтбек UniV. Видимо, китайская марка желает заманить под свои знамена фанатов Toyota Camry, которая отныне перестала быть доступной. Среднеразмерный лифтбек UniV должен привлечь публику светодиодной оптикой, выдвижными дверными ручками, активным спойлером и другими премиальными решениями вроде большого тачскрина медиасистемы и комплекса электронных помощников. За пятидверку решено просить 2 миллиона 600 тысяч рублей. Но покупателей может отпугнуть несерьезный, как посчитают некоторые, силовой агрегат. Под капотом новинки скрывается полуторалитровый турбомотор отдачей 180 сил. Также наша публика не слишком доверяет преселективным роботам. А здесь стоит именно такая коробка. В плюсы можно записать бодрую динамику разгона. До сотни UniV ускоряется за нескромные 7 секунд. Субтитры создавал DimaTorzok